А вы в курсе, что Сочи стал местом проведения творческой лаборатории для руководителей любительских театров кукол Краснодарского края? Одной из основных тем трехдневного семинара стал вопрос сохранения театров кукол на Кубани. Таких в регионе сегодня 15, это образцовые, плюс еще 300, это небольшие студии-кружки. Как выжить с театром кукол в эпоху технического прогресса? Нужно ли искать новые изобразительные средства? И насколько старый добрый театр интересен юному зрителю? Попробуем разобраться сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня гость нашей программы, руководитель Народного театра актеры и кукол Роман Соколовский. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Ну, действительно, именно на базе вашего театра, театра актера и куклы Саквояж, состоялся трехдневный большой семинар. И участие в нем приняли огромное количество кукольников из Геленджика, Краснодара, Новороссийского, Белореченского, Староминского, Уст-Лобинского и других районов. То есть представительство очень солидное. И я замечу, что семинар был организован Министерством культуры Краснодарского края и, в частности, Краевым учебно-методическим центром культуры и повышения квалификации. Расскажите о семинаре, как он прошел, как кукольники себя здесь в Сочи чувствовали. Я знаю, было еще много экскурсий, помимо мастер-классов и круглых столов и всего остального. Да, ну, конечно, семинар прошел замечательно, потому что для нас это такая важная встреча. Мы, благодаря организаторам и Министерству культуры края, и Департаменту культуры Краснодарского края, и нашему городу Сочи, организаторам с сочинской стороны, смогли встретиться с замечательными людьми, с людьми, которые занимаются этим видом искусства. Ведь на самом деле он редок сейчас в наши дни, и занимаются им немногие в крае. И поэтому для нас очень важны эти встречи, потому что мы можем обмениваться каким-то опытом. Мы можем рассказать то, что происходит нового в театре кукол, потому что театр кукол, все-таки, он один из древнейших видов театрального искусства. Но он, чем и хорош, и чем интересен сейчас, и в России, и во всем мире, и он развивается, потому что он живет благодаря традиции. То есть очень много традиционных вещей в театре кукол, которые никогда, ни в коем случае нельзя забывать. Но эти традиции выходят в 21 век, да, в наше время. Они преобразовываются. Кукольники из всего мира создают какие-то новые, уникальные абсолютно вещи и системы театральных кукол. Немного другое художественное восприятие всего происходящего в театре кукол. И поэтому вот об этом очень хотелось рассказать нашим участникам семинара. И, конечно, показать то, что мы делаем в нашем театре, в Сочинском театре кукол «Саквояж». Потому что мы стараемся использовать всевозможные системы театральных кукол. Мы стараемся их совмещать в одном спектакле, что очень интересно, и чего спектакль становится всегда ярче и интереснее. Ну и, конечно, рассказали о направлениях в театре кукол, которые сейчас существуют в России. В самом большом, ну, например, театре кукол Сергея Владимировича Образцова в Москве, где сейчас потрясающая команда молодых актеров и замечательный режиссер Борис Анатольевич Константинов. Которого я с удовольствием называю своим учителем. Вот. Который просто потрясающие вещи, небанальные вещи делает. А целью основной этого семинара была, знаете, такая вот, чтобы появилась вновь искорка в глазах у людей, которые занимаются театром кукол. Потому что, на самом деле, он всегда развивается. Он идет вперед. Много со временем. Очень много интересного появляется. И люди, которые приехали на семинар, я надеюсь, уехали с другими немножко мыслями, с другими немножко такими вот целями. Они зачастую мыслят стереотипно. То есть, видели когда-то давно, да, и в детстве, например, или в юности, или, может быть, кто-то учился, ну, какой-то, например, традиционный, достаточно традиционный для России вид театра кукол. То есть, ну, грубо говоря, тростевые куклы. И вот все куклы в спектакле тростевые. Или перчаточный театр. Какие-то цветовые решения в спектакле. Но сейчас это абсолютно новая такая форма интересная. Потому что и многие системы совмещают в одном спектакле. Даже в одной кукле совмещают систему. Что потрясающе просто. То есть театр кукол развивается. Да, театр кукол. Конечно, конечно. Он развивается, он становится интересней. Он становится более таким каким-то синтетическим искусством в хорошем смысле этого слова. То есть очень нравится, я думаю, что тем, кто и занимается театром кукол, этот вид искусства. Ну и, конечно, зрителям. Потому что, судя по нашему зрителю, им очень нравится. А такая творческая лаборатория была организована впервые с таким большим количеством участников? Да, да. Так масштабно семинар, творческую лабораторию и практикум совместить в эти три дня. Это, конечно, такой вот случай для нас удивительный. Я боялся, что мы не успеем кукол сделать. Потому что хотелось, чтобы каждый вез с собой из Сочи на память куклу, сделанную своими руками. Вот здесь и сейчас, за два дня. Но все мы успели. Успели показать три спектакля нашего театра. Успели их обсудить. Успели пообщаться. Успели сделать кукол. Замечательных просто. Ну и действительно, в рамках семинара было очень много мастер-классов. Наша съемочная группа побывала на одном из них. Давайте посмотрим. Вот он смотрит, да? Достаточно милый, да, взгляд? То есть вот он опускает голову. Совсем не свое дело, да? Чем не симметричнее кукла, тем она живее смотрится в работе. Руководитель Сочинского кукольного театра «Саквояж» рассказывает коллегам технологию изготовления перчаточной куклы. Это самый быстрый способ создания нового персонажа. В основном участники семинара работают с детьми. А им, отмечает Роман Соколовский, нужен сиюминутный результат. Здесь у нас абсолютно полет фантазии. То есть мы не даем не подсматривать какие-то в интернете, да, картинки. Мы не даем подсматривать какие-то иллюстрации книг, с которых часто делают кукол. Здесь они сами создают образ. Кто этот персонаж, как он выглядит, как он должен себя вести, в общем, чем он должен быть, какие у него волосы, ну, вплоть до выражения лица. Это все создается здесь и сейчас, своими руками, за два дня. Кукла всегда делается с любовью, это всегда интересно, кто же у тебя родится. У каждого свой полет фантазии, поэтому в творческой лаборатории рождаются совершенно разные куклы. А вот как подчеркнуть эту индивидуальность, знают немногие. Главный сочинский кукольник раскрывает коллегам секреты, делится собственными изюминками. Сделать куклу яркой, выразительной и небанальной, отмечает Роман, может правильный грим. Как делать тени, чем визуально выделить фактуру. Много деталей и тонкостей руководители театров кукол Краснодарского края узнали впервые. Я там слышал, что у них есть планы, тоже уже. Они там говорят, вот мы детям дадим задание, вот они сделают это, потом сделаем спектакль. Там уже процесс пошел творческий, так что самое главное. Каждый участник семинара увезет с собой новую куклу, изготовленную по всем нормам и правилам. Приобретенным опытом они поделятся с коллегами из отдаленных уголков Кубани, где также работают любительские театры кукол. Здесь я подчеркнула то, чего, допустим, я не знаю, у нас своя специфика, у нас более островное направление у Ромы. Здесь есть такой театр Ризо Габриадзе, он мне очень нравится. Там как раз вот эта стилистика Романа очень теплая, очень такая, знаете, вот трогательная. Когда ты смотришь на куклу, ты понимаешь, что она живая. Руководитель Новороссийского театра кукол свою работу решила оставить в Сочи, в театре «Саквояж». Людмила Литвинова делает подарок. Все эти два дня она создает портрет Романа, образ которого для нее – это уже готовая кукла. Одежда у него будет пьером. То есть я хочу просто, он когда первый раз появился, он появился во всем Байлом. И я как-то увидела, не знаю, на всю его веселость, его такой вот душа – это все равно пьером. Это очень глубокое, очень трогательное, очень нежное. Скорее костюм будет работать. Здесь просто портретное сходство, одеться костюм, будет говорить о его кукле. Всего в Краснодарском крае 15 образцовых театров кукол, остальные 300 – небольшие студии и кружки. Им также необходимо развиваться. Поэтому подобные семинары, отмечают организаторы в лице Краевого учебно-методического центра культуры и повышения квалификации, станут традиционными. Мне хотелось рассказать такую технологию быстрого изготовления, потому что многие люди, которые приехали на семинар, занимаются с детьми. А детям очень важен результат быстро. То есть они не мастера такие профессиональные, которые могут сидеть долго, созидать что-то, а им хочется быстрее вот увидеть, что же у них получается. И вот такой способ изготовления кукол мы показали на мастер-классах у нас. И вот у них получились очень интересные образы. Да, вы же пришли не один сегодня в нашу студию. Да. Для меня это просто удивительно, потому что на самом деле мы просили участников семинара. Кто вас вдохновляет? Придумайте какой-либо персонаж. Вот. Может быть, вам для спектакля нужен какой-то персонаж, и мы его сделаем. Может быть, это какой-то образ, который просто вам нравится. Вот. И одна замечательная кукольница, она руководитель школьного театра в Новороссийске, Людмила сделала, вот ее вдохновил я почему-то. Вот мой образ почему-то в пьеро. Вот такая кукла получилась. Очень похожа на вас. Да, портретная. Я просто поражен. И вот эта кукла осталась в Сочи, у нас в театре кукол-саквояж. А какой, как вы думаете, будет судьба этой куклы? Может быть, она будет участвовать в выставках или станет персонажем какой-то очередной вашей постановки? Вот вы знаете, даже я не знаю, потому что пока вот он мне, я смотрю на него, и просто вот так иногда живая, живая кукла, с такой душой сделана, я не знаю. Мне кажется, что пока он немного поживет у нас в театре, вот. А потом, может быть, и примет участие где-нибудь, даже не знаю. Вы знаете, куклы вообще, они такие существа, получается, вроде бы и не живые, но вроде бы и живые. И кукла сама диктует. Вот бывает, делаешь куклу, а она, и не знаешь для чего, просто вот хочется. Вот хочется сделать куклу. Для чего, для кого спектакля, я не знаю. И потом эта кукла лежит где-то какое-то определенное время. А потом вокруг нее начинает рождаться какой-то или сюжет, или новые персонажи. И в итоге это рождается какой-то спектакль, превращается в какой-то спектакль. То есть вот, оказывается, для чего она рождена была. То есть это дело времени, это как, ну, многие кукольники говорят, что это как уж ей захочется, как пойдет. Это дело времени, определенное время, период какой-то должен пройти для того, чтобы эта кукла нашла свое место, нашла свою роль. Обычно такие куклы, которые вот так рождаются спонтанно, потом играют главные роли, почему тут получается. Вы же все свои куклы делаете своими руками. Сколько сейчас у вас уже в вашем саквояжи? Наверное, они уже не помещаются в этот самый образный чемоданчик. Ну, конечно, да. Их очень много. Ну, вот считали наши актеры, там, Владимир Петров и Валентина Бедыко, уже более 200 персонажей, если вспоминать. Очень много. Ну, конечно, потому что 17 лет театру, и мы делаем кукол под каждый спектакль. То есть под каждый спектакль это новая декорация, новые куклы. Мы не переводим куклу из одного спектакля в другой, потому что они сделаны в разных художественных эстетиках и в разных стилях, и в разных системах театральных. То есть, конечно, в одном спектакле должна быть какая-то общая художественная задача, которая выражает не только красоту спектакля, или красоту, там, или, ну, я не знаю, может быть, какое-то настроение. Она выражает зачастую суть того, что происходит, потому что спектакли в основном у нас детские, и дети очень многое воспринимают именно вот ощущениями. Ну, а об общении с юными зрителями мы еще поговорим чуть позже, а сейчас хотелось бы снова вернуться к семинару. Помимо мастер-классов, различных экскурсий, конечно, обсуждались и довольно-таки серьезные вопросы. И вот один из них — это проблема сохранения театров кукол на Кубани. Я хочу отметить, что вообще вопрос сохранения всех творческих коллективов и объединений в регионе, ну и, конечно же, развития культурного наследия Кубани — это одна из основных задач, которую на 2016 год перед своим заместителем по социальной политике ставит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. И вот все-таки в ходе семинара удалось ли кукольникам найти ответ на этот вопрос, как сохранить этот уникальный древнейший жанр кукольный театр, который, мне кажется, очень-очень интересен? Я думаю, удалось, потому что люди уехали очень вдохновленными и очень воодушевленными тем, что театр кукол — это не тот жанр, который требует каких-то огромных финансовых вложений или затрат. Театр кукол — это главное, когда ты хочешь как руководитель этой студии и заинтересовываешь детей, например, если ты с детьми работаешь, или актеров, если ты со взрослыми, своим творчеством, и для этого не нужны какие-то огромные там деньги, да? То есть главное в чем-либо увидеть персонажа, или увидеть декорацию, или увидеть какое-то настроение спектакля, вот, и просто начать делать это своими руками. Потому что, вот как один из моих любимых кукольников, Резок Брядзе, говорил, что театр кукол — это искусство такое средневековое, теплое, рукотворное. То есть куклы никогда не должны быть такими вот, знаете, как пытаются многие, к сожалению, сделать, какими-то такими выхолощенными, может быть, немного такими правильными, да? То есть кукла не должна быть похожа на игрушку из магазина. Она должна быть очень теплой, она должна быть своей, очень индивидуальной, и, конечно, хорошо бы, если бы это делалось всегда в этом театре. То есть, например, в нашем театре вот кукол делаю я, и так оно, в общем, будет продолжаться. В других театрах тоже есть мастерские, есть свои художники, которые именно для своих театров делают своих кукол. И от этого театр всегда индивидуально, он всегда выигрывает. Многие заказывают кукол, но это уже, я считаю, немножко не твое. Это должен быть полностью собранный образ спектакля именно вашего. А когда ты делаешь это с актерами, когда актеры помогают тебе в работе, это, конечно, совсем другое, еще лучше, потому что актер сам понимает, как он хочет видеть персонажа определенного или декорация спектакля. То есть, изначально уже актер находится вот в этом процессе создания мира своего, такого маленького мира, которым является театр кукол и каждый спектакль. Вот. Поэтому участники семинара очень заинтересовались. То есть, я пытался на этом мастер-классе показать, что не надо думать, что нужны огромные деньги, чтобы сделать куклу, или чтобы сделать декорацию. Есть другие решения. И, конечно, главное, увидеть в чем-то обычном что-то совсем другое. Например, очень интересно, когда бытовые вещи выдают себя за какой-то персонаж. То есть, вот у нас были куклы в номере в эстрадном, из обуви сделаны обыкновенные. То есть, казалось бы, о ботинах, что может быть? А может быть, и оперным певцом спокойно может быть. То есть, у нас есть про козла и барана сказка. Они вообще сделаны из ложек деревянных, лапти. То есть, это обыкновенные бытовые предметы. То есть, вот это всегда очень интересно в театре кукол, потому что театр кукол все-таки это главная метафора. Метафора не показывать в лоб что-то, не говорить там вот ай-яй-яй, делайте так, дети, а так вот не делайте. А это метафорично очень все должно быть. И дети понимают лучшее и сами. Сами знают, где хорошо, где плохо. А дети не теряют интерес к этому жанру? Много у вас зрителей? Не чувствуете нехватки? Нет, не чувствуем нехватки. Зрителей у нас много. И у нас есть постоянные зрители, которые ходят из спектакля в спектакль. На каждый спектакль приходят к нам. Им очень нравится, потому что, я думаю, что они воспринимают это как живое. То есть, это вот сейчас на их глазах что-то оживает. И им это удивительно, потому что на многих наших спектаклях просто тишина сначала. Дети сидят и смотрят. Уж казалось бы, там, два с половиной года, три года детям. Да, они должны как-то реагировать так, может быть, бурно, может быть, им что-то неинтересно. Нет, они сидят, они рассматривают, они думают, а как это? Вот как это вот оно ожило? Почему оно пошло? Почему оно что-то делает? Какие взаимодействия, взаимоотношения? А еще мы после каждого спектакля пускаем детей из-за кулисы на сцену. И они могут потрогать персонаж, они могут потрогать куклу, они могут попробовать поправлять, сами оживить куклу. И это очень нравится детям, потому что ребенок, он не понимает, что что-то может быть там технически как-то лучше сделано. Или наоборот, как-то хуже сделано. Ему главное вот оживить, да, почему дети… То есть это чудо. Чудо, да. Почему дети сами, они же сами играют в это. То есть они берут какую-то там, ну я не знаю, грубо говоря, тряпочку, да, и делают из нее куклу, там, убаюкивают, кормят вот это. То есть это может быть вообще даже не одушевленный персонаж, не кукла, как кукла, да, как лицо и образ. А ребенок хочет, к которому прикоснуться, хочет оживить, создать у себя в голове вот этот образ новый какой-то, свой. Вот, и поэтому им это очень нравится, театр кукол. Многие еще театры кукол, я знаю, есть такие, которые задумываются и ставят спектакли для взрослой аудитории. Вы не думали об этом? У нас есть один спектакль для взрослой аудитории, но его смотрят с удовольствием и дети. А что это спектакль? Потому что это спектакль «Лист работы Нигля» по произведению Джона Рональда Ройла Толкиена. Вот, очень философская история, но дети смотрят тоже ее с удовольствием, потому что детям тоже интересно попасть, как-то заглянуть во взрослый какой-то мир. Другой взгляд такой, вот, не детский, да, немного посложнее. И им тоже интересно очень это посмотреть. Вот, ну, а спектакли для взрослых у нас получаются такие вот семейные, я бы сказал. То есть не для взрослых, там, сугубо для взрослых или сугубо для детей, а спектакли семейные, потому что у нас даже детские спектакли. Многие родители… Все равно приходят семьями. Да, приходят семьями, конечно. И с удовольствием смотрят и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки окунаются как-то в детство. Ну, тоже им очень нравится. Поэтому я думаю, что хорошо спектакли получаются семейными, потому что все равно это объединяет, когда ты вместе с ребенком своим смотришь какое-то детство, представление. А если оно уж нравится, то хорошо. Ну, Роман, вы активный участник не только разного рода фестивалей, обладатель многих разных премий, но и в социальных проектах вы тоже активно принимаете участие. В частности, это фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Хрустальный петушок». Я знаю, что и вы, и в больницах тоже показываете свои спектакли. Вот это социальное направляющее. О ней, пожалуйста, несколько слов. Да, ну, это один из любимых наших вот таких проектов «Хрустальный петушок» фестиваль, потому что, на самом деле, дети с ограниченными возможностями здоровья, они вот с неограниченными возможностями душевного вот такого здоровья. То есть они очень избалованы жизнью, и поэтому они воспринимают все очень ярко, чутко, тонко. И поэтому хочется им для них делать какие-то, ну, очень интересные вещи. Вот. Вот. В этом, конечно же, огромная заслуга, и не заслуга, а как бы главное, что это делает Сочинская городская общественная организация «Лига женщин. Мост. Добра». И Елена Николаевна Пахомова, как президент этой организации, и все женщины, которые в ней состоят, они с огромной душой и сердцем к этому относятся, к этому проекту. Вот. И поэтому нам, как вот творческой группе, хочется удивлять их всегда. Хочется делать абсолютно разные какие-то программы. Которые не повторяются на протяжении, вот, уже будет седьмой год фестиваля. Чтобы это было, ну, как сказать, очень искренне и тепло, чтобы они приняли участие в этой сказке и окунулись в атмосферу сказки, которую мы создаем. Чтобы это не было для них какой-то конкурсной борьбой или каким-то вот таким вот волнением сценическим перед выходом на сцену. А чтобы это было для них праздником, настоящим праздником. Они получают замечательные подарки от Лиги Женщин МОЗ Добра. Они становятся персонажами сказки, которую мы им предлагаем, получается, каждый год. Ну, я считаю, что «Хрустальный петушок» – замечательная идея и потрясающий фестиваль, который долгих лет ему жизни, этому фестивалю. А как волонтеры вы еще участвуете в спектаклях для детей в больницах? Вот об этом направлении расскажите. Да, в больницу тоже всегда хочется приехать, потому что, ну, конечно, хочется, чтобы ребенок быстрее не болели дети никогда. И чтобы, если они попали в такую ситуацию, пусть у них будет хорошее настроение, по крайней мере. Вот. И такие вот выезды в больницу, они поднимают детям настроение как-то, дают какую-то, ну, немножко дают забыть о том, что ребенок болеет, что он в такой атмосфере в больничной находится. Вот. Тоже с горящими глазами дети воспринимают. Неожиданно это для них, что к ним в гости в больницу приходит какой-то персонаж, желает здоровья. Вот. Тоже очень интересное направление. Мы с удовольствием будем ездить к деткам, да, чтобы они не болели никогда. Ну, я не могу не спросить в завершении нашей беседы о творческих планах. Много очень постановок на вашем счету. Что еще ждать, что мы увидим в ближайшее время, что это будут за спектакли? Ой, много у нас планов. Конечно, мы будем ставить сказки. Сказки — это наш жанр, наше любимое направление. Но сказки тоже будут интересными. Будут и новые сказки, сюжеты которых у нас сочиняются в театре. Будут и сказки очень известные, которые будут немного, ну, как сказать, модернизированы, что ли, под наш театр. То есть, как мы это видим, как мы видим известные сказки. То есть, немного переработанный сценарий. Да, немножко переработанный сценарий, но я думаю, что сюжет будет оставаться тем же. Ну, а главное, что в планах у нас поездки на фестивали. Вот мы сейчас в сентябре отправляемся на фестиваль, Всероссийский фестиваль Театров кукол в Саратов. Второй Всероссийский фестиваль. Там потрясающая атмосфера, замечательные коллективы со всей России. Тоже очень интересно пообщаться. А что вы туда повезете? Мы привезем лист работы Нигля. Лист работы Нигля. Вот. Ну и, конечно же, планов много. Я думаю, что будем исполнять. Главное, было бы время, знаете, силы. И тогда все получится. Я думаю, что получится, потому что коллектив у нас замечательный. Потрясающие актеры вот со мной в команде. У нас замечательный звукорежиссер Александр Мохота. Они все горят, все с удовольствием это делают от души. И поэтому планов много. Думаю, что все это выполнимо. По крайней мере, на этот год все, что мы запланировали, мы обязательно сделаем. Ну, творческих вам успехов. Спасибо большое. Спасибо большое, что пришли. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был руководитель Народного театра актера и кукол «Саквояж» Роман Соколовский. Спасибо большое вам. Спасибо большое вам. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова